доброго времени суток вы находитесь на канале генезис и я рад вас приветствовать уважаемые подписчики и гости этого канала как вы заметили активность на моем канале и в группе вконтакте немного понизилась это связано с тем что на дворе прекрасное лето и поэтому видео выходит немного реже но не волнуйтесь я не оставлю вас без интересных и качественных роликов например таких как этот в этом ролике я расскажу вам о интересных недоделках найденных мной на сайте spaces.ru в основном эти игры представляют из себя авторские поделки сделанные на мобильных программах таких как мобил базик мобил паскаль и другие в основном часто встречаются низкосортные проекты но бывают и настоящие шедевры и прежде чем мы начнем прошу тебя поставь лайк под это видео и оцени труд автора мне будет очень приятно видеть что мы труд оценили по достоинству спасибо приятного просмотра и Субтитры создавал DimaTorzok Авторские проекты на программе MobileBase В основном на этой программе создают RPG игры. Эти игры очень часто недоделаны и имеют низкое качество графики и слабое управление. Но, они по-своему уникальны и оригинальны. Как например эти игры. В них можно найти некоторые фишки, свойственные полноценным ролевым играм. Это и прокачка персонажа, оружие, квестовая система, другие параметры, в зависимости от тематики игры, а также перемещение по игровым локациям. Например в этой игре под названием Fantasy Reign есть боевая и квестовая система. И небольшой, но хорошо проработанный игровой мир. А эта игра под названием Легенды Войнов построена на детально прописанной квестовой системе, из которой состоит вся игра, а также детально прорисованных локаций и врагов. Эти игры по-своему прекрасны, своеобразны и уникальны. Все ссылки вы найдете в описании и в закрепленном комментарии. Все ссылки на эти проекты вы найдете в закрепленном комментарии. А мы идем дальше. Портал 2D Идея сделать мобильный портал в 2D реализации довольно оригинальная идея. Этим и занялся модификатор, под ником Aperchura, в далеком 2011 году. Все мы знаем мод на L2D под названием Портал, от Ференора. Тот мод был выполнен в 3D стиле, как и оригинал, и был классным и хардкорным. Но что получилось в игре Портал 2D? Да практически, ничего. Мы имеем вязкое управление, а также нарисованные от руки игровые объекты. В результате чего, имея такую графику и геймплей, мы не можем полноценно насладиться игрой и получить атмосферу портала на мобильной Java платформе. Но я ставлю лайк этому проекту, и этот лайк именно за идею и попытку ее реализации. А каково твое мнение по этому проекту? Пиши его в комментариях. Minecraft Эта игра уже давно будоражит умы геймеров по всему миру. Она радует возможностью крафтить и создавать все, что захочется и где захочется. И также находились умельцы, которые пытались перенести эту игру на мобильную Java платформу. По моему мнению, самая удачная попытка это игра ResCraft. Вы все о ней прекрасно знаете. Но сегодня я расскажу о другом проекте, который я откопал на Spaces. Эта игра носит название Minecraft. В игре, по словам автора, можно собирать ресурсы, заниматься крафтом и созданием новых объектов, а также изучать местность. Правда я ничего этого не нашел. Может у тебя получится. Ссылка в описании. В эту игру мы недавно с вами играли. Если что наверху сейчас выскочит подсказка, пройдя по которой вы сможете посмотреть долгий геймплей этой игры. Проект называется Симулятор бомжа и создан на программе Mobile Basic. Суть игры такова, вы создаете своего личного бомжа и пытаетесь выжить в суровом безжалостном мире. Для этого вам надо собирать и сдавать бутылки, выполнять квесты, общаться с жителями деревень и покупать еду и предметы. Сразу скажу, что эта игра мне понравилась. Но да, к сожалению, она не доделана. Не доработана квестовая и боевая система, система прокачки. А также игра зависает, если ваш бомжа держал победу в суровом бою. Такие вот недочеты. Продолжение следует... Эра Джава ушла в прошлое, но мы любим эту платформу и будем поддерживать ее огонь, пока можем. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравился этот ролик, и если это так, то не забудь подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. А я в свою очередь, обещаю сделать следующий ролик о недоделанных, но классных хоррор играх на Джава платформе. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok